Всех приветствую на канале Намбо Пути. Меня зовут Дмитрий, я из города Красноярска и веду свой блог уже несколько лет по дальнобой. На этом канале вы можете посмотреть ролики про эффективную эксплуатацию автомобилей Scania, Mercedes, как эффективно управлять фурой и экономить на расходе топлива. Итак, география маршрутов по Российской Федерации, с вас подписка, с меня контент. Всем удачи на дороге. Ну что, поехали. Что, парни, всем привет. Вот, короче, мой аппарат, вот парней. Парни, привет, передавайте всем. Здесь вот, что из минусов, мне сразу не нравится. То, что, видите, нету вот подкрылка, блядь, все открыто. То есть вся грязь, весь снег, в метель, все будет туда попадать. Вот. Ну а так, свес небольшой. Где-то как на Scania, как на Volvo. Сейчас вот Volvo рядом стояла, в принципе, почти как у нее. То есть у Mercedes, вот это я знаю, что проблема. Многие губу ломают переднюю. Не откидываются перья боковые, ни то, ни это. То есть ступенька есть, все, залазить удобно. Но не знаю, как, насколько тут прицеп будет, близко, не близко. Перекидки мы, короче, сразу сняли, бросили туда электрические, ну, чтобы не спиздили, потому что легко, как говорится, снять. Здесь-то надо что-то откручивать, зашипит. Сепаратор стоит, то есть это вот, я считаю, что вообще бомба. Во-первых, всегда видно, в каком у тебя состоянии солярка. Если тут вода появится, сразу видно будет. Вот. То есть как на американцах. Электрический подсос стоит, то есть насос стоит электрический дополнительно, с бака. Прокачивать топливо, я думаю, будет гораздо проще, потому что у Каминца это вообще беда, прокачать топливо. Коробка ZF, троксон, 12-ступенчатая, 12-я передача прямая. Вот, то есть 1150, идешь, а нет, 1200 оборотов, 85 км в час скорость. Проводка вся проложена, в принципе, нормально. Все в жгутах, все, стяжек много, очень много. Поэтому, думаю, тут проблем не должно быть. Вот эти парни, кто будете гнать, если без предпродажки, так же, как мы, болты тяните. То есть там даже по инструкции у них, короче, через какое-то время, два раза надо за 5000 км протянуть. Потому что оно ослабляется, я так понял. То есть это именно завод так рекомендует протяжку баков. У нас инструмента нет. Надеюсь, что все это протягивали, потому что мы забрали машину с пробегом 5000 км. Почти там 4600 было. Ну, седло стандартное, 1150, высота. Джост, мост, Дана, мотор Каменс, 13.5. Ну, он Z14 называется. Говорят, что алюминиевые, но надо будет это проверить. То есть грязные, это надо протереть. Вроде как алюминька. Четыре подушки. Идет достаточно мягко. Вот. Из Вольвовского, тут, мне кажется, только крылья. Фонари, получается, не диодные. Просто обычные лампочки стоят. Задний ход слабый, светит слабо, сразу скажу. Здесь сразу, видите, на заклепах сделано, чтобы рамка не потерялась, ни номер от вибрации. Вообще, в принципе, ну, как бы, все сделано достаточно четко, грамотно. Чего еще? 800 и 350 два бака. Мочевинный бачок маленький, но, я думаю, он нам в России не нужен. Вот. Потому что, как правило, все мочевину отключают. Видите, охлаждение ретарда стоит. То есть, площадки, две большие площадки, и там ничего не видно. Но там на коробке сзади такая здоровая. Хреновина. Ну, и вот крылья, вот мне единственное, это крылья не нравятся. Может, конечно, у них есть какая-то комплектация с обвесами, и тут уже отсюда прям идет крыло, то есть закрыто. Вот здесь тоже, видите, то есть, ну, большое пространство, грязь будет попадать. Еще из особенностей, это идет, получается, трубка сразу с радиатором, с охлаждением на гидроусилитель руля. Здесь вот тоже, то есть, там типа змеевика такого стоит. Патрубок так вот низковатый, конечно, стоит. Свет, огонь. Но нам надо будет регулировать фары у нас. Вот ту фару вечером будем регулировать. Вниз светит. То есть, вот это еще более-менее, и то я бы ее приподнял. Когда поворотники включаете, загорается туманка, то есть, дальний здесь, и вот этот, по-моему, это ближний. Или наоборот. Да, вот это ближний. Дальний, когда включаете, здесь LED, здесь обычная галогенка, здесь тоже обычная галогенка. Фары пластик. Их бы, конечно, сразу забронировать. Такой вот логотипчик, видите, это внутри прям на отражателе. Ну, и они, получается, адаптивный свет. То есть, едешь по кочкам, и у тебя фары вот так, тык-тык, поднимаются. Руль начинаешь поворачивать, в поворот заходишь, он поворачивает обе линзы. Ну, бомба. И вообще, в принципе, мне нравится вот именно аэродинамика. То есть, вот, если, допустим, сравнить со Scania, да, то лобовое стекло стоит, видите, под наклоном. Как у Volvo, как у Mercedes. То есть, не просто там прямой тупо лобач, а вот именно, ну, ветра, вот порывов ветра он практически не чувствует. Сегодня вот у нас сильный ветер тут. Ну, сейчас трактир мой любимый. Что еще получается? Две системы подъема кабины. Есть дублирующая, то есть, просто гидравликой можно самому качать. Видите, такой кронштейн удобно сделан. Вот на Mercedes этого как раз не хватает. То есть, флажок подняли, кабину подняли. Опускать. Так. До минус 30 градусов, говорят, электрический насос поднимает. Без проблем вообще. Ну, я, наверное, пока не буду кабину поднимать. Мы уже собираемся ехать. Вот. Датчики давления стоят во всех шинах тягача. То есть, 6 датчиков. И вот как раз вот эта штучка, она считывает с каждого колеса. То есть, возле каждого колеса вот такая лабуда стоит. Передок на двух листах. Рессорный. Сзади 4 подушки. Катализатор. Получается, тут вообще такая хитрая система. Их два вот таких бака. То есть, он... Так, блин, не видно с этой стороны. У него, получается, стоит не только катализатор, но еще и сажевый фильтр. Поэтому в салоне есть там такая приблуда, кнопка для прожига катализатора. Кабина тоже на четырех подушках. То есть, здесь, получается, на жопе две подушки. Вот. И амортизаторы, видите, стоят под большим углом. То есть, я так понимаю, они выполняют функцию вот как у Sky. не видите. Вы помните, на шестерке по диагонали стоял амортизатор дополнительный, чтобы он носом не клевал. Вот это не знаю, почему здесь стоит. Видимо, как-то здесь какая-то сетка, что ли, наверное, стоит, чтобы стекала вода. И вот, наверное, тоже будет минус, потому что заборник с правой стороны и глушитель тоже с правой стороны. То есть, вот здесь, вон, видите, труба глушителя. Когда в морозы будете стоять, допустим, на моторе ночевать, то вот эти пары будут подниматься сюда. Но это все надо испытывать. Воздушный фильтр просто обычный. Даже не знаю, там одна или две кассеты не проверяли. Ну, в смысле, мы проверили, чтобы он стоял на месте, но не вытаскивали. На одной машине, получается, сегодня с утра антифриз капал. Вот у Антона. Вот на этой, на синий. Верхний патрубок на радиатор был не затянут. Ну, то есть, слабоватый. Подтянули. Ну, вот утром на холодную еще раз посмотрим. То есть, капли будут, не будут. И сразу, получается, по поломкам какие были проблемы. Я вот в прошлом ролике говорил, что на одной машине, получается, вот на этой не работал спидометр. То есть, это не проблема автомобиля, это проблема людей, которые ставили тахограф и делали калибровку. я фотку прикреплю. В общем, когда тахограф поставили, там делают какие-то настройки и выставляют обороты, я так понял, карданового вала. И получается, там два параметра, в одном стоит 10 тысяч, что-то там 369, а в другой графе поставили 1369, то есть, ноль забыли указать и вот, соответственно, она скорость перестала показывать. 3 км в час показывала и все. На второй машине, вот на той у Эдуарда, у него, получается, была проблема с автономкой. тут стоит и бешпехер 4 кВт, соответственно, она у него не запускалась, когда мы уже залили солярки, ну и запустили, попробовали, нифига, он сразу в ошибку уходит и все. Она, получается, тут завязана именно с системой климат-контроля с автомобилем. И при при ну, допустим, солярка подмерзла, да, еще что-то. 9 раз подряд, если она не запустилась, то она встает в аварийный режим и потом только на сервис, только к дилеру. То есть, сами ничего не сделаете, ни клеммы не скидывать, ничего не помогает. Бесполезно. Вот. Поэтому тут просто получается, человек, который эту машину гнал, у него, видимо, автономка где-то сдохла по дороге, да, и он просто ее пытался запустить. 9 раз она у него в аварийный режим встала после 9 попыток. Соответственно, проблема эта тоже решилась быстро, ее просто скинули эту ошибку и все запустилось, все работает, не видно, ничего, все четко. Единственное, что температуру я сегодня ночевал, ставил 26 градусов на фен, потому что 22 поставил, мало, холодновато, чуть-чуть прибавил, 26, все, и четко вообще спал, кайфовал. Ладно, что, в общем, поехали мы такой вот маленький обзорчик. Сейчас еще вам кабину подниму. Да, сейчас поедем. Сейчас под капотом покажу. Я уже коврики постелил, прибрался. Все, сначала дергаем флажок. Металлические, порошковая покраска. Не должно быть проблем там с ржавчиной, не ржавчиной. Именно не дюралюминий, а именно сталь. Просто выглядит так из-за порошковой покраски. Ну, менеджер, так сказал. И вот здесь получается флажок. Вот он. вот в этом месте его влево, как на легковой машине. Вот, видите? И все. То есть, два замка, тросовая система. Это не замерзайка. Есть даже такой удлинитель в комплекте, который на канистру накручиваете, сразу перевернули и залили. Ну, соответственно, антифриз, фильтр салона легко поменять. Сетка, видите, какая мне нравится. Ее можно по факту снять вообще и промыть. Подушка. Это подъем кабины электрический. Вот. все, смотрите, вот даже здесь вот углотнители. Блин, бомба. Вот шланг для того, чтобы вот отсюда сливалось, стекало. Грамотно сделано, грамотно. Это у нас получается удлинитель для монтажки. механический щуп не ломайте. Вот так надо сначала повернуть, потом вытаскивать. Вот. Электронного щупа нет, давление массы только показывает. то есть вот даже по качеству хомутов да, понятно, что в принципе неплохо сделано. Не знаю, как она себя конечно поведет именно по надежности. Еще вот одну фишку хочу показать. Сейчас получится. Нет. Смотрите. Видите трубочку? Это короче стоит в интеркулере. Тоже видимо скапливается вода. Так же как в скане. То есть вот в Делко сверлим интеркулер обычно. Здесь сразу предусмотрено завода и не просто дырка там отверстие да, а там клапан стоит. То есть даже если лед образовался либо допустим масло погнало турбина то как только он оттает вы дадите нагрузку допустим в гору и оттуда конденсат вылится. Я считаю что отличное решение. Ну и вообще вот даже допустим в зимний период то есть вот капот весь закрытый здесь получается по факту особо дуть не должно то есть можно там не утеплять в зимний период вот здесь утеплить и все и то я еще не знаю там на сколько процентов надо будет ее утеплять это все мы уже наверное ближе к зиме будем изучать ну вот вот как-то так такой вот аппарат тоже получается спойлер стоит впереди видите по поводу обзорности сейчас тронемся вам тоже включу сниму вот это зеркало мне вот вообще нравится то есть в него вообще все видно на скамейке оно стоит и нифига не это самое него я практически никогда не видел что там вообще происходит впереди особенно если ламбрикен повешаешь кстати парни вот как у мерседеса есть такая система то есть тут это настроено сразу вот я машину заглушил пошел в кафе климат работает чтобы его выключить нужно зажигание полностью повернуть в ноль видите сразу показывает давление в шинах вот у меня передок девятка зад тоже около девяти по поводу обзора просто вот посмотрите да как вот видно в это зеркало все хорошо и вот это зеркало тоже информативное достаточно бордюрное мне нравится ладно так дверь не закрыта фонарик все погнали короче мы